Здравствуйте, уважаемые коллеги! Приглашаю вас на урок в Школу Волшебства. Тема нашего урока сегодня – триггер. Научившись этому приему, вы сможете стать еще более волшебниками в глазах своих учеников. Что же такое триггер, как он выглядит и как его создать? Давайте подробно поговорим об этих вопросах. Под триггером мы будем понимать какой-то объект, при нажатии на который будут происходить изменения с другим объектом, который мы в этот момент совершенно не трогаем. Давайте посмотрим на примере вот такого задания. Ребята изучают идиоматические выражения, и им необходимо подобрать правильное слово для того, чтобы закончить выражение. В данном случае в роли триггеров у нас будут выступать вот эти слова. Нажав на слово, нам необходимо узнать, правильный будет ответ или нет. Давайте посмотрим, что произойдет. Как мы видим, у нас одновременно появляется и кнопка «Сигнал» о том, что ответ неверный, и изображение этого ответа, и одновременно звук. Давайте попробуем нажать на другой. Опять неверный ответ. Ну и, как вы догадались, здесь ответ будет верным. Итак, мы увидели и правильный ответ, и помог нам в этом триггер. Ну, а теперь давайте посмотрим, как еще можно использовать такую возможность на уроке. В данном случае детям необходимо помочь медведю добраться до улья, который находится в дупле дерева и полакомиться медом. Но сделать это трудно, пока в улье находятся пчелы. А чтобы они улетели, ребятам необходимо выполнить задание и расставить наречия с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Ну, а когда задание выполнено, ребятам можно показать, что пчелы действительно улетели, и путь для медведя свободен. В этом случае в роли триггера у нас будет выступать солнышко. Нажмем на него и посмотрим, что произойдет. Вот у нас вылетает пчела. Нажав на второй раз, мы можем увидеть, что вылетает другая пчела, но уже без звука. Теперь давайте подумаем о том, как можно создать такой триггер. Наверное, вы догадались, что здесь использована анимация, но есть небольшая сложность. Когда мы создаем анимацию какого-то объекта, обычно мы заходим в свойства этого объекта и задаем ему анимацию. В данном случае мы не можем производить действие с пчелой, потому что мы ее не видим на экране. И чтобы нам сделать эффект триггера, поможет объект, который будем называть невидимкой. Давайте посмотрим, как нам это все выполнить. Перейдем на страницу, где я заранее подготовила все декорации. Изображения взяты из галереи и из интернета. Не хватает нам только пчелы. Давайте зайдем в галерею. Я заранее задала в поиске пчелу и выбрала вот такое изображение пчелы. Сделаем размер, который нам нужно, так, чтобы она помещалась в цветке. И пока ее отодвинем. Для того, чтобы пчела пряталась в цветке и в дупле, нам необходимо воспользоваться захватом экрана и вырезать для нее карманчик. Вырежем часть цветка и вырежем часть дупла. Дупло можно сразу совместить и закрепить. Теперь поместим пчелу на место. И будем создавать тот самый объект-невидимку. Для этого опять же воспользуемся инструментом захват экрана и вырежем кусочек чистого экрана, небольшой квадратик. В данном случае я заранее подготовила его, поскольку бывают при захвате целого экрана небольшие помехи. Вот у нас готов кусочек. Наш тот самый объект-невидимка. Давайте зададим его прозрачность. И теперь мы можем наложить его на солнце. Давайте теперь сгруппируем его вместе с пчелой. Вот готов наш объект. Теперь мы можем вложить звук, если нам это необходимо, и задать анимацию. В данном случае звук жужжания был, поэтому давайте его вложим. Звук. Воспроизвести звук. Вкладываем файл, который заранее где-то сохранен. Выбираем объект. Вложить звук. Звук готов. Теперь задаем анимацию объекта. Свойства, анимация, полет внутрь, направление выбираем вправо, скорость давайте сделаем медленную, при щелчке мышью на объект. Итак, у нас практически все готово. Необходимо только спрятать пчелку в цветочек и закрепить. Ну а теперь давайте нажмем и посмотрим, как действует наш треггер. Вот у нас залетела одна пчела, цветок, и полетела вторая. Я думаю, что принцип создания триггера понятен, и вы сможете воспользоваться таким приемом на своих уроках. Продолжение следует... Продолжение следует...